всем привет сегодня среда 16 марта делаю первое включение вот так вот складываются обстоятельства очень много различных дел и на этой неделе практически я не вышивала но решила сделать такое небольшое включение все-таки показать что у меня как а может быть сегодня получится повышевать завтра и за эти дни я наберу какое-то количество крестиков но начала я эту неделю с дименшинс голд коллекции ангельская мелодия напоминаю вышивается на аэде 18 каунта размер работы будет 28 на 38 сантиметров вот такая красота должна получиться вышиваю на раме мне очень нравится такая организация то что было выше то я вам уже показывала и что я вышила именно вот за эти дни совсем немного вот этот вот рисунок блендом желтой и металлизированной ниткой здесь полукрест ну вот немножко зеленую ленту я повышевала тут приступила вышивать юбку сделала ошибку нужно будет вот этот вот два рядка распустить немного она все равно есть поэтому вот тут вот видите нитки в общем процесс легкие но просто у меня не было времени я здесь его вышивала буквально там один вечер все что вышито за это время дальше еще я повышевала мою дорожку показывать дорожку тоже ее вышиваю когда знаете когда мне не хочется сидеть за станком я уставшие я беру вот дорожку потому что здесь пяльца здесь все просто и немножко не подвинула повышевала третью звездочку тут у меня и схема сразу две звездочки уже у меня здесь есть вышитые вот так и остальная ткань у меня под биндером вот вышиваю третью рядышком будет четвертая дальше уже буду переходить на другую сторону вот так вот потихонечку ну к осени вышью здесь такие осенние цвета я думаю что к осени будет самое то но и организация в коробочке как и было вот они мои нитки ножницы вышивая пнк в 3 нити каждая звездочка у меня другого цвета просто я вышиваю теми нитками которые есть и чтобы использовать запасы и видите цвета немножко отличается но цветовая гамма будет вот такая вот зелено горчичная такая цветовая гамма основа у меня здесь аида десятого каунта это из какого-то набора китайского очень хорошая жесткая основа вот как раз эти основы будут у меня идти на дорожки на какие-то прикладные вещи потому что для картин хочется более нежную основу а вот для таких прикладных вещей то что нужно повышевал один вечер дорожку и покажу что я вчера начала так что я начала вчера снимаю видео перед работой быстро 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 потому что времени не хватает ну решила ладно сделаю включение вот вчера я начала мелхилку мне хотелось красок яркости и чего-то простого чтобы тоже вот кран при кроватный такой дизайн и решил я с этой леке тоже начать точнее продолжить зайку вышла и вот вторая у меня в приоритете работа это вот эта лейка ну что сказать ну ну потрясающее здесь наполнение пока вот за вчера я вышила вот столько совсем у меня маленькие продвижения за вчера но я там вышивала сколько может час может да да где-то час я вышивала пока разобралась тут со схемой с откуда начать вот что получилось ну надеюсь сегодня до вышиваю вот так вот или надеяться нитки вот так ничего не разбирала вытаскиваю просто по одной нитке вышиваю коробочки здесь у меня иглы тоже все просто кстати у меня здесь был бонус в этом наборе у меня было по четыре иглы одна для мулине 2 для мулине 2 для бисера так как то получилось что иглы получается у нас в пакете до 2 иглы с магнитом в пакете идут плюс 2 были снаружи пакета где был бисер они наверно у них приклеились примагнитились и вот таким образом у меня пришел бонус покажу эти пакетики но вы знаете вот был бисер в пакете бисере с магнитом были две иглы внутри и снаружи еще две я сначала подумала что они просто знаете прокололи пакет и вышли наружу но оказалось нет у меня бонус у меня было по две иглы бисерных и мулине вот но здесь они мне также паркуются сейчас сниму крышку покажу вам какой красивый бисер я конечно вчера с огромным удовольствием немножко повышевала бисером просто даже им полюбовала здесь и аппетит бисер ювелирный вот такой вот маленький и обычный такие красивые цвета камера настраиваясь такие красивые цвета конечно вот сочетание превосходно и вот здесь посмотрите какой бисер тоже очень красивый интересный и матовый блестящий с прокрашенными различными серединками конечно милхилл вот в этом плане они умеют создавать настроение вот казалось бы тут всего по чуть-чуть маленькое изделие но сколько все-таки восторга и как это все интересно получается вот такой процесс организация совершенно простая вот она и схема просто крышки от коробки чтобы было легко ставить на коленке и вышивать поэтому все вот просто как есть показываю без прикрас что называется и схема вот такая вот это у меня план на на сегодняшний вечер и посмотрим дальше что получится буду конечно стараться делать включение но по мере конечно каких-то у меня продвижение будут продвижение буду я отключение если нет может быть выйдет за две недели видео посмотрим сейчас много очень домашних забот помимо работы весна гардероб и перебирать все стирать и все такое вот и кстати у нас по-прежнему холодно по-прежнему холодно не так необычно март месяц уже середина у нас все еще достаточно холодно вот такие наши вот здесь новости ну что ж увидимся с вами в следующем включении хочу показать вам мою азалию она по-прежнему очень пышно цветет со всех сторон я ее предварительно конечно уже посыпала эко-порошком от разных насекомых потому что у нас был уже такой опыт она долго болела ну и все таки весна приближается поэтому какие-то насекомые начинают просыпаться вот чтобы у нас не было снова вот таких вот болезней я ее уже немножко обсыпала поэтому и цветочки вот эти белые пятнышки это порошок он абсолютно безвредный но защищает нас от насекомых вот цветет она очень пышно то место которое я ей выделила на балконе по всей видимости очень хорошо ей подошло потому что азалия не любит прямых солнечных лучей и не любит попадания дождя вот когда у нас были сильные дожди и дождь косой несмотря на то что у нас и тент и она в таком уголке стоит далеко все равно где-то попадал дождь и вот видно было что там там листочки цветочки бутончики они пропадали с этой стороны ну прятать как мне больше некуда было потому что она в комнатных условиях не растет буквально там на несколько дней я ее заносила когда у нас были заморозки вот ну вроде бы она и заморозки переживает но тем не менее я ее на пару дней заносила и видно было что как бы для нее климат сухой поэтому сразу на балкон обильный полив и вот все хорошо бойно пышно цветем я очень довольна этим растением мне тоже долго не получалось ее как бы вырастить мне всегда казалось что ей нужно солнце оказывается солнце вообще не нужно тень тень и влага обильная вот такая вот красивая азалия места мне здесь мало я тут кручусь чтобы вам показать со всех сторон мой цветок вот такая красота и так сегодня у нас 19 марта суббота подведем итоги этой рукодельной недели рукодельной недели у меня получилось совсем не рукодельная полный антирекорд вышивки совсем мало вышивала и то что она вышивала еще и с ошибками но тем не менее у меня получился несмотря на все вот эти вот такие как бы казусы у меня все-таки произошел финиш маленький но есть я вышивала мелхил прекрасную лейку прекрасную раз прекрасную вот остатки схема там уже все внутри и сразу показываю то что у меня получилось вот такая чудесная лейка получилась красивая яркая весенняя летняя даже весенне-летняя сочная вот изделие получилось действительно очень симпатичным и теперь расскажу о всех моих перипетиях с этой лейкой ну во первых хочу сказать по поводу основы также здесь основа была с одной стороны белая с другой стороны нежно-лавандовая цветная и я вышивала решила попробовать на лавандовой основе вы видите то что получилось я не могу сказать что я в полном восторге мне бы все-таки хотелось белой основы чтобы она немножко подсвечивала подсвечивала не зашиты участки вот как примеру у зайчика мне бело очень нравится белый цвет помогает поддерживает другие цвета ну мне вот белая сторона больше понравилась поэтому и в лейке я бы рекомендовала если кто-то будет вышивать пробуйте ну попробуйте тоже до выше на белой стороне но в принципе так тоже симпатично но было бы намного ярче это первый момент второй момент так как неделя была у меня загруженная я как бы мало у меня оставала свободного времени вышивала вечером поздно уставшая и все это конечно же сказывается негативно во первых я здесь перепутала желтый цвет здесь был светло-желтый и средний желтый я его перепутала благополучно вышила здесь большой такой частью лейки этим желтым цветом и когда заметила свой промах мне уже не хотелось переделывать распарывать полностью весь желтый цвет на все лейки решила оставить так как есть вот поэтому у меня здесь лейка немножечко по-другому выполнена видите вот серединка здесь у меня темнее здесь светлее ну в принципе тоже неплохо смотрится но вот такой получился момент второй момент который у меня здесь приключился со мной мне есть вот такой органайзер для бисера я вечером уже поздно вечером когда вышивала бисер вышивала ту лейку 33 дня девочки буквально по 50-20 кресиков 30 бисеринок пришивала больше у меня сил не было поэтому вот все так и произошло вот и когда мне нужно было пришивать бисер бисер здесь очень интересный есть аппетит то есть и обычные как всегда у милл хилл бисер яркий красивый и когда мне нужно было пришивать бисер я начала с зеленого цвета вот с этих бисеринок он на картинке смотрится ярко зеленым посмотрите вот посмотрите какой ярко зеленый цвет да я стала искать те же у меня ярко зеленый цвет бисера и вот глядя вот так на бисер я поняла что у меня нет этого цвета я подумала что милл хилл что-то перепутал у меня нет зеленого цвета я искала искала вот так иголочкой и как-то рукой зацепила весь этот органайзер перевернулся бисер весь рассыпался благо он у меня был вот так вот в коробочке я вышивала и в основном высыпался в коробку мне не приходилось нигде по кровати его собирать но но тем не менее он весь перемешался где здесь бисер который контрастно его очень хорошо видно он отличается есть бисер который который практически отличить невозможно это бисер петит так ну что такое резкость но настраивайся ну как же так бисер петит вот он такой здесь желтенький он есть желто-желтенький есть немножко зеленоватый его отличить вот правда я как не пыталась как не старалась отличить его я не смогла смотри резкость не хочет настраиваться я сейчас опять его рассыплю хотела показать вам поближе вот этот вот бисер аппетитный вот такое не хочется не расстраиваться резкость прям прям расстройством так и значит этот бисер перемешался пока я его собирала потом стала искать где же зеленый бисер но вот глядя вот так на бисер здесь зеленого цвета нет и потом я стала присматриваться искать а где используется вот этот бисер потому что он когда его было много осмотрелся вот в таком состоянии перевернутом как бордовый я думала что он будет с польза в цветах но нет есть его вот так вот взять на иголочку то видно что он приобретает уже зеленоватый оттенок видите а если его пришить зеленой ниткой он становится зеленым вот здесь я пришивала именно так как было указано в инструкции у мелхила каждый цвет бисера пришивала своей ниткой и поэтому бисер принимал необходимый оттенок если вы обратите внимание здесь есть и вот такой вот синий бисер да и если посмотреть сюда то вы поймете что синего бисера здесь нет петита но не считая вот этого этот бисер он вот этот прозрачный прозрачный такой бисер с небольшим голубоватым оттенком ветер наглён совсем белый но если вы пришивать синий ниткой он становится синим вот такая вот хитрость у мелхилл и вот так вот я запуталась с цветами бисера зеленый вот этот желтый лимонный и зеленоватый они здесь так хорошо перемешали что я не смогла их разобрать это просто невозможно я и сейчас не вижу отличие в этом бисере поэтому я в общем то пришивала наугад что попадалось то и пришивала но вот здесь можно видеть здесь меня еще по ключу шел бисер вот здесь а здесь но уже наверное где-то он в перемешку но благо в том что я пришивала его одним цветом нитки таким вот желтоватым и он в общем то аккуратно здесь лег без особых каких-то контрастов вот такая история с этой лейкой совсем непростая оказалась лейка нужно будет мне и конечно же оформить в смысле задник задничка еще пока нет я этим займусь чуть чуть попозже как только бисер закрою чтобы мне не было больше сюрпризов с этим бисером такой вот так скачет шустрый этот бисер извините с белой смысле лейку буду оформлять задник как только я завершу еще один наборчик от мелхилл это вот такая бабочка весенняя прекрасная я покупала три наборчика и мне хочется уже все вышить и все вместе оформить не откладывая долгий ящик все мои задумки а то знаете вот так начнешь что-то одно потом переключаешься и все и это уже потом на года поэтому я уже поняла свою проблему мне нужно сразу все выполнять вот бочонок с медом вышит был в прошлом году очень мне нравится этот бочоночек но это больше летний такой летний магнитик такая миниатюра вот но все равно буду вместе оформлять а весенняя мне вот как бы такая композиция очень понравилась лейка зайка и бабочка вы ищу бабочку может быть на этих выходных быстренько с ней расправлюсь и сделаю заднички подумаю как у меня будет то ли на шпажках то ли я сделаю иголочку к по типу пин кипа ну вот зайку я очень люблю это прям у меня самый главный аксессуар на сегодня который мне поднимает настроение бы его я сделаю иголочку можно и в корзинку вот сюда вот так вот распределять ну украшать корзиночку можно и на без корню универсальный зайка я пока еще не придумала как я буду украшать мою вот эту весеннюю корзинку пока здесь только моя звезда ну конечно же готовятся украшения поэтому как-то как-то буду придумывать еще не сформировались все идеи мелхилки пока вот уже вот так возможно я сделаю как-то их на шпажки либо на иголочке посмотрим как это будет у меня все здесь формироваться может как-то так может быть да может быть даже как-то так и по кругу пущу в этой корзинке посмотрим ну в общем пока все что у меня производится помещается сюда потом буду я уже все украшать эту корзинку и так у меня завершилась лейка на этой неделе я хочу заняться бабочкой давайте откроем и посмотрим содержимое пока у меня есть настроение и время покажу начнем с украшений здесь у нас два как они называются биконусы наверное два таких кристаллика очень красивые кристаллы интересно дальше смотрим бисер о какой красивый бисер черный матовый и вот такой вот синий синий сиреневый очень интересно вот такой пакетик с бисером здесь у нас белый и бензиновый петит наверное ну и так же вот такой желто-оранжевый конечно же магнит с иглами у меня уже этих магнитов с иглами надо собиралась много так посмотрим какая у нас здесь основа немножко приклеилась здесь тоже вот такая цвет на основа лавандового цвета с обратной стороны белая но здесь скорее всего стоит есть смысл вышивать на лавандовый чтобы не просвечивалась темная нитка и бисер да вот в данном случае это у нас называется набор blue pensy butterfly и номер восемнадцать тире семнадцать одиннадцать размер работы 2 и семьдесят пять на 2 и двадцать пять ну а в сантиметрах это 7 на 5 и 7 сантиметров вот такая будет бабочка интересно ну так посмотрим нитки вот такие у нас ниточки здесь пучочки посмотрим нитки вот в таком они находятся пучки сочетание конечно очень красивая черный с красным с темно-синим с бирюзовым желтый цвет оранжевый очень красивое сочетание ниточек так посмотрите очень ярко сочно праздник так все это будет насложиться на вот эту основу с бисером и посмотрим схемку посмотрим ключ так вот схемка бабочки в общем-то ничего особенно сложного не вижу здесь будет пришиваться у нас биконусы украшения ну и вот сам ключ непосредственно давайте посмотрим то что по ниточкам вышивается здесь крестом в 3 нити cross stitch также есть backstitch в 2 нити в 3 нити blend я так понимаю 1 и 2 может быть как это понимать 1 и 2 в 3 нити blend касса blend с каким только белый но буду читать разбираться что это значит где-то у нас по схеме двойная нитка это у нас вот здесь этот стежок посмотрим на картинку картинка очень помогает разбираться белый ну вроде бы в одну но буду еще присматриваться вот так вот интересно 1 и 2 непонятно так дальше получается у нас сколько бэкстичи 1 2 3 4 4 цвета бэкстича единственное вот это мне непонятно что же что значит 1 и 2 как это понимать 1 и 2 потому что если бы был blend то было бы написано с каким цветом так ничего не указано дальше у нас здесь есть милхилл 1 2 3 4 5 5 цветов и также указано каким цветом нитки нужно пришивать наш бисер пришивается в две ниточки ну и биконусы пришиваются также цветной вот ниткой темно-синей и в две ниточки написано как пришивать биконус вот интересная инструкция все показано и в общем то все здесь понятно осталось только немножко разобраться с нитками но нитки здесь очень контрастные я думаю проблем не будет можно будет определить себе серединку где у нас здесь находится серединка и как то с центра нужно будет начать чтобы правильно разместить нашу бабочку вот бисер я сразу пересыплю в мой органайзер крышку я сняла так сразу пересыпаем бисер очень красивый бисер так и из второго пакета достаю сразу магнит с иглами кстати по поводу иголочек сейчас бисер пересыплю вам расскажу так аккуратненько аккуратненько чтобы он у нас не высыпался никуда очень красивый бисер так и по поводу игл ну игла для вышивки крестика она крупная соответствует наверное двадцать четвертому номеру чтобы не рассыпать и игла для аппетита очень тоненькая очень цепкая очень такая хорошая и коротенькая удобная иголочка я их оценила и конечно же буду хранить отдельно как-то в моих запасах чтобы также в дальнейшем пользоваться в общем вот так выглядит моя организация для вышивки милхила вот как-то так у нас все это организовывается тут же есть ножницы также у нас есть основа ну и конечно же схемка все процесс у меня готов сегодня буду вышивать и покажу вам уже в следующей рукодельной неделе как у меня обстоит дело с моими милхилами скорее всего я уже смогу все это оформить и конечно же украсить мою весеннюю корзинку поэтому на следующей неделе я вам все покажу что касается продвижений по ангелу мелодии здесь у меня абсолютно нет продвижений никак у меня не получилось повышевать этот процесс как вот чуть-чуть я повышевала в начале недели на этом и все но процесс я далеко не убираю он рядом и буду надеяться что на следующей неделе смогу уделить время хотя бы несколько дней ну а этому процессу хоть немножко но все-таки досталось времени я немножечко повышевала продвинул этот процесс вышила несколько цветочков здесь ну буквально не знаю 200 крестиков может быть у меня вышилось тем не менее третий узор потихоньку прирастает нормально пока вот как получается процесс тоже держу поближе я думаю что смогу в ближайшее время найти возможности тоже его повышевать и главным событием на этой рукодельной неделе стала покупка швейной машины этот вопрос у меня давно стоял на повестке дня о приобретении швейной машины я все думала гадала покупать не покупать дело в том что я не швея шить не умею но тем не менее как бы хотелось машинку для своих каких-то прикладных моментов ну и возможно для домашних мелких работ но никак не могла решиться и в какой-то момент когда у меня собралось много вышивок я стала вот недавно их рассматривать именно те вышивки которые я хотела бы оформить как-то прикладным образом в подушке в какие-то мешочки еще в какие-то изделия и доставьте все все эти вышивки я поняла что если я их отдам на шее то я заплачу как минимум 100 евро за выполнение всех этих изделий и я подумала что за 100 евро я куплю какую-нибудь скромную швейную машину и смогу это все сделать плюс у меня останется швейная машина буду ей так же пользоваться ну и к тому же да конечно же первые изделия понятно будут получаться не такие качественные но в любом случае можно будет тренироваться пробовать учиться и совершенствоваться ну и конечно же когда ты первый раз думаешь покупать машину и ты вообще ни о чем не знаешь не вышиваешь первая машина которая приходит в голову это какая правильная зингер я вот тоже об этой машинке подумала стала смотреть модели самая дешевая где-то около 100 евро у нас стоит и как раз у меня на ютюбе собралась эта сумма я подумала что ну вот куплю себе эту машинку скромная простая мне как раз для моих нужд и хватит и денежка как раз у меня из семейного семейного бюджета не будет использоваться посоветовалась мужем и он говорит ну купи уже что-то получше добавь еще и купи получше машинку для домашних ну чтобы была она попрочнее чтобы там не сразу сломалась так сказать я стала искать обзоры смотреть читать и чем больше читала тем в общем-то я поднималась на ступеньку выше 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 и все равно как бы у меня устоял вопрос или зингер купить но уже более такую хорошую модель ну и вот я познакомилась через обзоры с машиной от Bernette модель Academy B05 вот достаточно такая очень хорошая серьезная машина с богатой комплектацией в общем очень-очень много всего она конечно подороже ну из таких простых машинок да я не говорю о профессиональных она подороже но вот таким моментом решающим стало одно из обзорных видео где девушка швея она говорила продавец и она говорила так что обычно все вот кто не шьют и хотят купить машинку поучиться попробовать всегда покупают самую дешевую время проходит уже понимают что нужно что-то лучшее заменить машину не так-то просто ты же на одну же деньги потратил а купить что-то лучшее уже вторую машину покупать вот как да вот этот момент для меня как бы стал решающим потому что я тоже поняла что я в общем-то покупаю машину один раз в своей жизни я не швея так чтобы машина работала и на 10-20 лет для домашних нужд вот нужно брать уже конечно классом выше пусть дороже но она мне кажется себя оправдает вот поэтому я купила эту машину пока я еще даже не открывала коробку вчера получила показываю вам сейчас упаковку рассказала небольшое предисловие на выходных буду ее тестировать и уже в следующем видео скорее всего отдельным видео я выпущу именно мой обзор конечно не профессиональный но я просто постараюсь разобраться и показать вам какие-то какой-то обзор какие-то какой-то функционал этой машинки ну и конечно же буду смотреть видео учиться может быть я смогу что-то пошить за выходные буду смотреть по времени конечно тоже эти выходные такие достаточно у меня загруженные мне сейчас уже нужно уезжать но буду стараться может быть что-то у меня получится в общем вот такая у меня получилась рукодельная неделя на этом у меня все берегите себя и до новых встреч пока-пока сегодня суббота мы едем по делам и сделали небольшую остановку хочу показать вам наши греческие просторы вот это вы видите элеонос значит оливковая роща вот они оливковые деревья сбой урага уже прошел нет оливок и деревья сейчас набираются сил воды насыщается у нас такой сезон сейчас дождей зимний поэтому деревья сейчас напитываются влагой перед засушливым летом жарким такой вот здесь ландшафт небольшие цветочки уже дикие выросли и расстелили свой цветочный ковер сейчас конечно не видно издалека на камеру нужно поближе вот такие здесь красивые маленькие цветочки вот они весенние цветы встречают солнышко вот так вот оливковые деревья растут ровными рядками вот такая вот красота вот такой участок Продолжение следует...